Музыка Поможи ручкой Музыка Вот как-то так начинается наше путешествие в Карелию Маленький джибник Большой Даня Который скидывает снег И радио Джаз Пока-пока мы тише Привет, 10 часов дороги Мы едем уже 9 часов Проехали за Петербург Теперь едем по таким красивым-красивым местам Стрелки из того Да, мы сейчас едем по потрясающей дороге Вот это как бы тротуар Мы были сейчас шла Нормально Разметка односторонняя Кайфа И еще мы проехали турбазу добрый лось Надеемся встретить одного Можно не очень доброго Короче, ощущение, что мы где-то в далекой-далекой Сибири Это же вроде так Все в снегу, все метет Ехать даже не то, что быстро Но на нормальной скорости невозможно И плетемся Теперь бы намеренно, как улиточки Карибские Блин, зато атмосферно Наконец-то джибник у своей стихии А не так, как обычно Может, и правильно, что мы выбрали Египет Это 100% Офигеть, и как домой вернулась Только в таком более масштабном виде Лесочек такой Поворотик Туда или нет? Да, мы дальше едем В общем, мы едем в лесу На какой-то гладышной дороге Чуть не застряли в сугробе У нас еще случалось Но здесь красиво Если не едет навстречу лесовоз Бревновоз, как его назвать? Лесовоз? Лесовоз, да Если он не едет, тогда вообще супер-классно Может, расскажи, чем там сзади везет Ой, мы везем такую рыбу клевую Везем, короче, фарельку Я ее потом покажу Ну, это что-то Она такая красная, вкусная Уже хочется ее за печи съесть Это будет ням-ням И снег такой клевый Можно с собой забрать Не хочешь? Так, по машине О, я вижу свет в конце туннеля А нам туда же, да? Да У нас домик, она родилась Найти Родилась, которая первая слева И которой нет Ну, там, может, есть табличка 1 Сейчас, главное, найти Эмма Найти ключ В горшке В горшке, да Ну, а вот, собственно, Даня Вон туда, смотри А вот рыба Это огромный Франсис Первый Ну, ну Форелька Как там называют Магаз? А-а-а-а А-а-а Акула Акуловка Акулова Или Акуловка Акуловка Вот, красота Это небольшой рум-тур Такой маленький-маленький 15-метровый домик Но вообще не ощущаю, что здесь 15 метров Кажется, все больше Потому что все очень грамотно распределено Теплые полы Такое окно панорамное, крутое Правда, сейчас ни черта не видно Надо свет вырубать, смотреть Но вообще там озеро и лес А, ну и душ-туалет тоже Показать Вдруг кому-то это интересно Да, это я Вот такой вполне себе симпатичный душ Туалет, понятно Фен есть, полотенце есть Все есть, все круто Даня уже опять хочет есть Да, Данечка Я сегодня же мало ел Ну скажи свои впечатления Ну ничего, прикольно Главное Природа Главное это рыба Сейчас мы посмотрим Как наш Шиппор Делает форельку Ну что Шиппор, расскажи Ну пока нельзя еще ставить Почему? Угли горячие еще горят Сейчас гореть перестану Ты поставил Я зря вышла, да? Да нет Ну вот она поместилась, видишь, на решетку Толстенькая такая Толстенькая, вкусненькая А вот такой темный лесок Там озеро, да? Тут стулья, на которых можно при желании посидеть даже Там озеро Ни черта не видно, конечно Но там озеро Там еще панорамная баня Сауна Видимо, вот этот свет, который там горит Главное, это здесь, это рыбка Ты рассказывай, обожрался Почему? Ну потому что вроде уже и не хочется есть А оторваться не можешь Вот что пока осталось от рыбки Она была дико вкусная Я такую рыбку не ела, наверное, никогда Не знаю, что-то похожее я, может быть, и ел Но эта рыба еще и на вид такая Она какая-то оранжевая Таких не видел раньше Форелин обычно другого немножко цвета Радужная рыбка Радужная, веселая Она не знала никаких бед во время своей жизни Недолгой Но она была очень веселой И беззаботной Ее кормили, поели А потом убили А потом мы ее съели Что ты сказал? Мы ее доедим? Ну ее все равно доедим Независимо Лезет она или нет Мы сделали над собой все усилия Да Получается, что мы килограмм, наверное, рыбы чистой съели Уже Ну За исключением того, что тут осталось Супер! Приехали в Карелию рыбу пожрать Столько слов о ней вообще Супер рыбка Так закончился первый день Шел он только на дорогу рыбу Во второй день мы отходили с дороги И днем поехали в экопарк Долина водопадов Там долина водопадов Которую мы Зайдем Там будет много-много офигенных рек Привет, малыш Маленький-маленький О! Световидно все Большие-большие рога И вот олень Ты смотри, да Хорошенький Вот он О! Привет, 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 привет Вот Да, здесь отлично видно Братан Худенький такой Товарищ Кормят мало, видимо Нельзя кормить А вот там два их лежат Шестерая, одеть А, у меня есть же зум Отлично Теперь их точно видно Мы там оттуда придем, или? Лавочку сделали, видишь? Попить в офис Давай А сейчас А потом на дороге Лучше, чтобы вода шумит И сейчас я предлагаю просто насладиться видом долины Цвет такой реки, видишь, золотоватый, какой-то лед снизу видно. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать в Казахстан! 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 сантиметров сорок под колесами. Чуть теряешь ход и все, и считаешь усилу. Мы с Даней можем рекомендовать белые мосты. Я весь потный вот сижу. Красный, да, видно. Лопатой поработал. Ну за то, что школа экстремального вождения, школа работы лопатой, задний ход прорабатывается. Классно. Километр задним ходом криво по снегу. Там чуваки стояли на входе. Какие-то рабочие или кто-то. Вот они, наверное, ставки делали. Будем мы выезжать вообще или нет? Или надо будет какую-нибудь воздушную тревогу вызывать? Они так странно смотрели, когда мы заезжали. Нам еще выбираться минут... Сколько? Минут двадцать, наверное. Ну, в общем-то, мы не одни. Кому захотелось поехать на белые мосты. Там еще две машины, чуваки. И дороги хватает только для снегохода. Но мы как-то с ними будем сейчас договариваться, пытаться что-то сделать. Ну что, легкий обед в лесу. Пока ждем, вон ребятки встряли, откапываются, пытаются карманы сделать, чтобы развернуться. Четыре машины, да? Четыре машины поперлись сюда, да. И если я здесь встрял, то им вообще ничего не светило. Ну, по крайней мере, да. Мы не одни, кто захотел поехать на белые мосты. А, тут навалилось столько снега, что-то на тракторе-то поехать. В общем, у нас сейчас есть выбор, куда поехать. Либо в Рускеалу, либо в зоопарк. Все не успеваем, скорее всего. У нас целый рюкзак моркови. Значит, надо ехать в зоопарк, скорее всего. Ну, в Рускеале там должен быть прикольный браморный карьер. Красивый, с подсветкой, все такое. Но мы, видимо, по дороге решим, куда будем попадать, потому что непонятно, сколько еще чуваки будут откапываться. Да. Вот. Но, да, туда и туда мы не успеем, потому что сейчас уже три часа почти без пятнадцати. А зоопарк работает. До семи Рускеал работает. Да, до шести работает зоопарк. И как бы и там, и там желательно обходить часа два хотя бы. Ехать час сорок. И это как бы так, ехать, если мы прямо сейчас берем и выезжаем. А мы сейчас не выезжаем, мы ждем, пока чуваки там сделают... Землянку. И закопаются там, да. Но, видимо, будем думать, куда ехать. Потому что если мы поедем в зоопарк, мы будем большие любители животных. Короче, мы-то про пары рассказывали по влогам. Ну, ничего, нормально. Сейчас будем про всяких тигров, лосей и все такое. Зато будет потом причина вернуться туда и посмотреть то, чего не увидим сегодня. Ну, да. Делаем мосты, например. Ура, мы выехали. Вот впереди четыре машинки. Которые мы ждали час, пока они раскопаются. Такое кино посмотрели классное вообще. Чуваки с лопатами там бегают, что-то раскапывают, делают. Питерцы, да. Ага. Целой командой. Интеллигентных. Да, эмоции действительно. И непередаваемые. У нас сегодня три точки по плану. Да, теперь одна. Если успеем. Мы, по сути, могли действительно сходить, выйти из машины, сходить до водопада, если бы знали, что там такая колонна будет встрявшая. Но мы же думали, мы одни придурки, а оказалось, нет. Что-то такое все. Так что водопад чуть-чуть нас не дождался. Есть подозрение, что это Ладожское озеро. Ну, мы точно не увидим. Надо на карту смотреть. Как-то не особо удаётся. Ну, как же здесь должно быть круто летом, это вообще. Это здесь и зелёненькое озеро. Мне нравится зимой, если честно. Зимой круто, красиво. Очень атмосферно. В том-то и дело, что в других местах нашей страны либо летом хорошо, либо зимой. Не бывает так, чтобы всегда. А Марилии, я же так понял, всегда круто. Есть свои фишки. Природа вообще. Просто фьорды какие-то, блин. Мы с тобой неподготовленные тревел-блогеры. Канал Тревел Бро ещё пока не готов. Да. Подожди, подожди, не пали название. А то вдруг, как знаешь, зайдёт нас, посмотрит, аж человек-то вести. У тебя и так вести уже есть. Нет, у меня 107. И так мы приехали к мраморному карьеру. Каменоломнии русские аллы начали разрабатываться в 1765 году в начале правления Екатерины II. На месторождении было заложено пять карьеров, на которых с помощью бурения и закладки пороховых зарядов добывался мрамор четырёх цветов. Мрамор действительно уникальный. Им облицован Исаакиевский собор, выложены полы Казанского собора, изготовлены полы конники Эрмитажа, обрамлены окна мраморного дворца и фасад Михайловского замка. А во второй половине XX века подземные залы станции Петербургского метрополитена Приморская и Ладожская. Неподалёку от большого мраморного карьера находится меньший по размеру итальянский карьер, получивший такое название, потому что для добычи мрамора здесь уже в XX веке использовались в канатные пилы итальянского производства. Они оставляли срез породы необычайно гладкий, и поэтому узор мрамора на стенах итальянского карьера оставляет ощущение необыкновенного зала под открытым небом. Именно итальянский карьер каждым летом становится главной площадкой музыкального фестиваля под открытым небом Русскеала Симфони. В этом году фестиваль должен пройти 15-16 июля. В гости фестиваля Государственный камерный ансамбль солиста Москвы под управлением Юрия Башмета – Российский роковой оркестр. Также в нём принимают участие Оркестр Карельской филармонии и различные составы ансамблей. Доехать атмосферно можно на Русскеальском экспрессе. Это такой русский аналог Хогвардс-экспресса. На сегодняшний день Русскеальский экспресс – это единственный в России ежедневный поезд на паровозной тяге. Единственный его минус – расписание. Отправление отсортовало в 10.40 утра, а обратно в 17.20. Поезд один, соответственно, рейс один. Что там делать зимой практически 7 часов мы не придумали. Поэтому решили посмотреть на поезд в момент отправления. Но, видимо, он стоял на платформе 9.75 или мы как-то облажались с расписанием. И мы его не увидели. Ну что, последняя, наверное, точка, да крайняя точка у нас в Парелии в этот раз, по крайней мере. Мы все-таки выбрали не зоопарк. Да, не зоопарк, а поехали сюда, в Русский Аллу. Здесь очень прикольные мраморные карьеры. Вот так вот он подсвечивается. Очень красиво. Разные цвета и действительно интереснее. Вечером на него, наверное, смотреть, чем днем. Ну, днем тут ничего-то особенного. Просто бассейн такой и скалы. В общем, надо идти уже в машину, а то останусь без жены. Да, или без рук жены. Ну, или так, да. На этом все. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok